Такое отношение, блядь, как народ, ёлки-палки, это вообще-то. У нас один валяется ещё труп, его даже никто не увозит. Нашмар. Блядь, там бант вообще насратья по-друге. Киангер 115. Кормят хорошо. Да, ну, тушенки не дают, нифига не дают, что урвём. То есть, он, мужик, и вас вообще подвозит, не едят. Другой этот отряд. Тут у кого язва открывается, у кого гнил, какого-то бюрокуроза, блядь. Начал кровью каркаться, блядь. Псковский, который ехал. Комбат сказал, да, получается, посёлка 20 километров надо ехать. И от посёлка ещё до госпиталя сколько-то. И он говорит, идите пешком. Куда народ идёт, я не понимаю, по 50 лет, по 60 мужикам, и они что-то хотят, они что-то курорт сюда приехали, блядь. Тут такие, как бы, вывозки. А как вы чего делаете? А мы сзади обороны стоим. Тут три линии. Первая линия передовая. Если первый провалит, убегает, мы держим. Мы на второй стоим. Мы, короче, вставу пекли. Тут летает, между нами всё летает. Вчера прилетало тоже. Рядом заложились мины. Думаю, что только блин, да, чтобы не прилетел снаряд. Так это какое направление у вас? Кременная посёлка. Нас вчера окружили, нас окружали уже вчера. Ну, цепочку возьмут, чтобы кому вчера, да, провалили оборону. Там сверкало всё. А так, как бы, нормально. Нормально, да, понравилось. Ты привык уже, я говорю. Тут же когда бомбятся, нормально это. Когда они бомбятся, страшно становится. Тут кахлоп уже нету. Негры, арабы, французы, канадцы. Финляндия, Америка, Остер. С Европы, да. Все эти. Тебе привезти уху негры, мам? Уйди, успокойся. Начнёшь там ещё собирать. Ничего смешного нет. Да нормально, чё.